У меня немножко потряхивается 250 машаток 250 Я смотрю Дизельный двигатель Настоящее, будущее, прошлое Яхтинга Ходили и будут ходить Будущее не надо Будущее Это побольше Покручу батарею Это как хватит Да, червячная Вроде бы Вот этот маленький, какой хороший У тебя, типа, такого, похода было Тоже, наверное, лошадок 15-14 Окна, двери Поставки на крышу для тента Яхта Яхта Сегон 50 Это значит первая яхта Такого рода Отсюда верфи Ленет Они обычно строят круизерские яхты А вот решили построить гоночную Лодка спортивная Первая Первая своего рода данная верфи Это верфь Ленет Находится в севере от Стокгольма Недалеко Около города Нортелли Производят круизерские лодки Круизерские комфортные лодки По штук 10 Примерно в год По штук 10 корпусов в год Это их первая спортивная И она больше раз заточена на скорость А не на комфорт Ты лодку лучше снимай, что меня снимать? Не снимаю Лодка сделана из углепластика Подъемный киль Углепластиковая мачта Весит для своих размеров Просто 8 тонн Это ничего для 50 футов Ее буквально только в этом году спустили на воду То есть это первая лодка Разогнать уже успели до 18 узлов Но конструктор говорит, что это не предел Им пока не повезло Походить В подходящих погодных условиях На данной лодке Но должна и больше 20 ходить В общем цену я забыл спросить Что не простите Не актуально Я предположил что это она Это портотип Первая лодка Или 10 или 20 лямов Да Это должно быть Соседская 4 лямов стояло Соседская 4 лямов стояло Это будет в два раза минимум дороже Ну вот я сказал 10 или 20 Соседская это 43 фута Здесь 50 фута Здесь 20 фута Большая разница Я думаю 20 она и выше Точно о тебе говорю В общем с конструктором пообщался Но забыл спросить про цену Ну может не рассказал бы Нет, они планируют их Они хотят эти лодки продавать в будущем Они говорят Что это Новая ветвь Яхта А есть их смены Которые пересекают На таких лодках В одиночку Океана Или на таких пересекают Можно Конечно Все можно Вот Побеседовал с конструктором Который произвел эту лодку Повторяюсь опять же Это Шведская судоверфь или нет Они производят Круизерские лодки Это первая их Спортивная яхта То есть был Клиент Который захотел построить Подобную лодку Она чистый Углепластик Легкие материалы В общем В этом году спустили на воду Конструктор рассказал Что Разгоняли пока До 18 узлов Но Она должна идти Намного быстрее Так Посмотрим кают-компанию Вначале Лебедки Проводка Сностей Все спрятано под паубу В современных тенденциях Список И вот Салончик 50 футов Лодка Спортивная Столярка Атлинет Довольно качественная Все углы Круглые Все кромки Притуплены То есть углы Круглые Проход Метр восемьдесят Прохожу Круглые 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 50 Или 50 Нет До сих пор могу стоять Ага, подъемные киль на этой лодке тоже. Штурманский пост. Вот лодка той же самой суда вверх. Они вот подобных круизеров производили, я не знаю, не помню, с какого года это суда вверх работает, но, возможно, с 60-х годов. То есть они производили подобные круизерные лодки. 4 миллиона крон. Качество у них выше среднего. Очень качественная столярка, качественный поход к отделке и качественные материалы. Кирис, это не самый дешевый производитель. Ну, прайзист, в качестве, сразу замечаешь, когда заходишь во внутрь. Угу, вираж. Ну, так удобно? Ну, да. Она меньше предыдущей, но все намного более удобно, потому что это уже круизер. Здесь все расположено так, чтобы можно было сесть, расслабиться. Рядом лебедки, легко все закинуть. Я думаю, они электрические, скорее всего, должно быть кнопочка вот так, кнопочка находится. Лебедки электрические. Настроек тоже. Внимание на столярку можно засобить. Столярка очень качественная. Углы. Громче, громче, громче. Столярка очень качественная. Можно сразу заметить углы, то есть никаких острых углов, чтобы никуда не удариться. Ручки везде стоящие, чтобы удобно было хвататься, когда качают. Там спальня, да? Да. А это что расположено, по сравнению? Это батареи, переключатели, основные рубильники для батарей. То есть я подразумеваю, у них под кроватью здесь батареи спрятаны. Наверное, уже, да, вот стоят предохранители. О, литиевые батареи. Все красиво. Кстати, с ними электрика у них сделана очень хорошо. Все как надо, по фэн-шую. Контакты изолированы. Все обжаты бильзами. Вот как у них электричество сделано. Тоже все на болтах, все кобеля пронумерованы. То есть все проложено в каналах. Очень качественный монтаж. Для чего такого, что может прицепить туда, но нет. Вот, про это будущее. Это будущее, у этого нет будущего. Почему это не будущее? Как же тут в этом нет? Автономность, автономность пониженная. Ну, то есть будущее есть, но в узком сегменте. То есть для круизеров оно не подходит. Потому что малая автономность плавания. Несмотря на то, что парусная лодка, ты... Посмотри данные. Почитай данные. А, хочу данные. Главное, на сколько тебе хватит батарей. На круизерской лодке ты отдыхаешь. Ты, допустим, хочешь куда-то идти. Тебе порой ты половину времени проводишь на моторе. С подобными электромоторами это только если выход и заход в марину. Они не рассчитаны на то, чтобы ты проходил несколько дней и шел на моторе. Нет, конечно. Пока вот такого не будет. Только на ветре, только на ветре. А ветер не всегда есть. И несмотря на то, что парусная лодка, ты все равно половину времени ходишь на моторе. Потому что мотор это... Ну, на море. На море, ветер. Даже на море. Бывает летом нет. Даже на Средиземке. Переходят там люди неделями на моторе. Трассан-плотику неделями на моторе могут ходить. А если солнечная батарея будет ставить, все равно не хватает. Просто объем площади, куда ты можешь поставить. Сколько там. На корму ты поставил 100 ватт на арку. Не знаю. Туда еще куда-нибудь 100 ватт накинул. 200 ватт получаешь. И, ну, что-то им на мотор идти хватит. Мотор мощи сколько? 12 киловатт. Ну, сейчас мне в уме сложно рассчитать, какие там... Самая маленькая лодка. Производитель Алинеет. 34 фунта. С румпелем. Румпель. А, ну, кстати, да. Румпель. В принципе, удобно расположен. Здесь как раз, да, немножко, конечно. Хотя удобно. Лебедка рядом. Скидывается. Удвинитель есть. Удвинитель. Заводится. Ну да, самое то. Видишь, хорошая. Поднял и много места. Пойдем вовнутрь, да? Угу. Причем вот все намного приятнее, чем в том же наезде. То есть, лодка маленькая, но вот эта столярка на качестве полирована. То есть, не хуже калибер красит. Даже, возможно, его учебу. Материал у себя все хорошо. Все приятно на ощупь. Ага, они вот там общаются. Возможно, на этой отписи стоит электромотор. Ага. Я это, кстати, с брошюрами. Ага. Вот, брошюры. Ocean Vault. Ага. 1 киловатт, 7-8 узлов. 3 киловатта, 11-12 узлов. Вот. Тебе как раз интересно о электромоторах? Мне интересны инновации будущего. Давай посмотрим, заглянем, когда вот здесь батарея должен стоять, по идее. А, вот и мотор, кстати, наш электрический. Не, не мотор, вру, это нагреватель воды. Забыл, как правильно назвать. Туалет, точнее, горюк. Да, это двухкаютная версия. Так, посмотрим. Вот эта вот часть, по-моему, открывается. Да, да, да. А вот набор, набор батареи. Да, это версия с электромотором. Сейчас нужно будет тогда расспросить дилера, насколько его хватает. Макс, Макс, Парет, Макс сказал, говорит, значит, Батарея на лодке хватает на 5 часов в хорошую погоду. То есть, если ты против ветра не идешь. 5 часов, без скорости 5 узлов. То есть, 20 миль можно пройти на электробатаре. Если можно, да, увеличить запас батареи в 2 раза. Нынешний банк, там, по-моему, сказал 15 на 15 кВт-часов. И весит он примерно 80 килограмм. То есть, вес занимает, как, допустим, ну, вот мой дизельный мотор, который был на 15 лошадей, он весил столько, сколько здесь не банк батарей. Ага, то есть, это как бы один к одному получается? Да, да, если ты увеличишь запас, считаешь, что то же самое будет, что с дизелем, плюс ты будешь идти меньше. В общем, с расчетом только на короткие дистанции. Я бы лично не поставил на такую лодку электромоторку. Что запас хода малого банка. Ну, посмотри, а вот это интересная, большая какая. Это Наяд, это тоже один из известных шведских производителей. И вот он такой же известный, как почти Халиберг Расси. Но, правда, это судоверфь обанкротилась не так давно. Потом они обратно начали лодки продавать. То есть, Наяд знают больше намного людей, чем Линет. Линет все-таки менее известный, наверное. Хотя они, по крайней мере, не банкротились. Как жили, так и живут. По-моему, принадлежат той же семье, которая основала этот пудоверфь. Но Наяд уже совсем слышал уже меньше позитивных отзывов о Наяде. Ну что, будем смотреть самую маленькую, или нет? Или пойдем на Наяд? Пойдем на Наяд. На Наяд, ну ладно. Вот это уже такого более роскошного класса яхта. Как ты говоришь, круизник? Да, круизерская локта. Это Наяд, тоже знаменитый производитель. Тоже почти до 40 футов. По размеру, может быть, даже быть внутри побольше, того или нет, о которых мы смотрели. Отделка. Сейчас пойдем спустимся. Я давно сам не буду. Оп, спойлер. Спойлер. Надо пригибаться. Да, обозначение должно быть. Это арка, сейчас она крайне популярная стала, чтобы их проводить на арку, но по непривычке можно головой нанесать. Ага. Ну, тоже, пространство уже больше. Прысказить. Она более высокая. Так, я пока стоять могу тут, в камбузе. Камбуз, мне кажется, удобно, что как раз ты идешь куда-нибудь. Это вот узкий проход, самое то, готовить в море. А это, я так понимаю, изоляция, да? Да, шум и теплоизоляция. Такая вот постелька, тоже столярка, хорошая. Ну, по сравнению с Ленет, на мой взгляд, все-таки похуже. Все выглядит. Ну, это, на мой вкус, мужик, вкусовщина. Вот это вот новейшая система мореплавания. Отличная спортивная лодка. О, вот это, кстати, можно покататься. Здесь они, это за бесплатно, можно кататься тут. За бесплатно? Да, да, да. То есть, тебя катают или ты катаешься? Я видел, что просто в том году можно было самому, если у тебя опыт есть, хождение на парусной лодке. Сейчас видно, что мужик, вот паренька, паренек, наверное, не очень опытный. Он, видимо, контролирует его. Да нет, нормально, смотри, пришвартовались, красиво. Сюда, да, да, да. Да, и путь. Спрейт куда? Ну, вылазком из бокала. Я думаю, да, для коктейлей. Так, ну, надо вовнутрь пройти. Наверное, если там народу поменьше стало. Ну, как бы только зашли люди, может быть, я подождем, что они любят. Да, 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 и просто ради сравнения сравнись вот с наверху, с летом, по тропу. О, сразу все скрипит. Дешевый спон? Нет, что, просто, не знаю, не подкладывать, ничего. Новенькое все, смотри, запах. Да, новенькое, да, светлое такое. Запах нарезны прямо. Ну, обрати внимание, вот детали, старяночка, допустим, мы бы его прилепили, тупо говоря, рейки. То есть, такого уже на той же или нет не было. Стали? Ну, ну, да, а вы где? А? Мы на большой, как это название? Бенетух. 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 То есть, тут уже качество. Большая, да. С качеством фанеры. Бенетух. У нас... Да, здесь, конечно, потолок высокий. Очень красивая спальня. Очень красивая спальня. Места здесь много, конечно. Вот она массового клиента рассчитана. Ну, обращайте внимание, углы здесь уже они не такие гладкие. Но все равно, как бы, места, да, хватает. Сейчас выйдем, сейчас, подожди, выйдем, поэтому... Мы тебе видео снимаем, Ваня, не мешай нам, блин. Вот, вот, да. Такое, дешевенькое качество, видно, вот, Икея, такая, видишь, фанерка. Все новое, но дешевое. Все новое, но дешевое. Чтобы в аренду брать самое, то, конечно. Ага. То есть тут лет подсветочка все есть. Да, да, да. В аренду, да, такое? Да, но на Линет ходили, у нас ничего не скрипело. Тут все скрипит уже. Угу. Все скрипит. То есть фанерка дешевенькая. Угу. Мне вот это вот покупать, я бы, не знаю, надо, просто. Да, аренда для аренды. Я бы очень купил, был Линет какой-нибудь. На такую яхту нужны какие-то права? В Швеции нет. А, если. Это 26 пунктов, да, по-моему, не нужны. То есть, по миру, да, то есть даже если плаваешь, если у тебя опыта нету? Нет, в Швеции ходишь, тут вообще с травами все просто. По-моему, 12 метров длина и там еще какие-то габариты. Ну, в такую лодку можно без всяких документов вйти. Вот, интересно, смотри, как установлено. А, ну, это специально, чтобы она во время качки кренилась. Угу. Морская плита. Морская плита, она Камбзи. Да, две комнаты. Да, широкая, вот, в чашку брать в аренду самое, то собрался компанией из шести человек. Угу. Как думал, хороший такой. А, значит, три комнаты, да? Три комнаты, да. Угу, три спальни. Три комнаты, ну, ну, нет. Редкий кость, редкий кость, да. Чем катамаран хороший? Болеустойчивый? У тебя скорее не увидишь. Катамаран, видишь, он широкий, много места. То есть здесь, это спортивный катамаран. Это... он должен ходить очень быстро. Он низкий. Ага. Солнечные батареи, значит, у него электродвигатели. Не-не-не, электродвигателей у него точно нет, это я гарантирую. Это просто для помещения там всей светлой и прочей электроникой. Ага. Скороточка. Батут? Да, на ней комната загорается. По ним можно ходить? Ну, можно, но давай не будем, потому что, может, это все-таки только, да. Это владельцы, я думаю, сидят здесь тоже. Видно, что он... Серьезный аппарат. Широкий. Новый, новый, понимаете? Смотри, видишь, тоже кампус такой широкий. Здесь есть. Ну, такой. Это спортивная ротка. То есть, но могло бы быть еще. Здесь минимум, минимум удобства. Не, удобства здесь много. Не, да, ну, да, пойдем посмотрим. Да, по сравнению с монополами здесь удобства много. Давай, глянем. Вот, кстати, мастер-каюта. Обратили внимание. Теснова, а то все уже нормально. Ну, я нормально зашел. Я здесь стою, ты немножко побольше меня ростом. Да. Вот тут туалет отдельный, видишь, такая, басовая каюта. Ага. Помыть, от души принять. Мне вообще отлично. Угу. И она должна быть очень быстро. Ну, стоять в туалетах, там вид такой открывается. А жизнь? Интересно. Загадочно звучит. Да, да. Прислаживайся просто. Вот эта, вот эта вещь. Ага. Ты вот сидишь и смотришь на дельфинов. И куришь, да. Я на дельфинов смотрю. А, и тут же душ. Да, да, да. А вот тут душ. Интересно. Тут какая бы девочка красивая моется, пока ты сидишь и на дельфинов смотришь. Да. Очень интересно. Это пассив каюта. Я думаю, должна быть гостевая каюта справа. Ага. Да, душ. Как-то неудобно, не знаю, залазить. Или я не понимаю, что это. Не, но мне удобно. Ты просто рост там больше. Угу. Рост там больше. Видишь, ты сколько рост там? Метр девяносто. Вот здесь, кстати, что классно сделано, здесь еще одна шпонка, обрати внимание. Ага. Все-таки для матросов. Нет, для матросов шикарно. Нет, но я имею в виду, что все-таки там была мастер каюта, а здесь каюта для экипажа. Да, да, кастевая, кастевая. Ну, там приехали знакомые, поселили. А это если это не открывается? Нет, это открывается, вот закидывается. Ага. Там еще место, да. А там что? Там также горячим. Да, даже о жизни подумать можно. Угу. Среди антифинов. Угу. А, ну это, по-моему, тот же производитель, что производят рапир, катамараны. И концепт это более такой скоростный катамаран. Как они изначально вообще, катамараны строились, начали именно как более скоростные валки. Постепенно стали плавучими дачами. Ага. И это более, вот этот катамаран более похож на те, которые строили изначально, чтобы они были быстрые. Угу. Можно было 20 узлов на них делать под парусом. 20 узлов. Это мощно. Сейчас я сгибаюсь. Да. Вот я тогда... Ой, Вань. Вот. Как бы, да. Бюджетный вариант. Да, бюджетный вариант. Всего лишь 300 тысяч. Всего лишь 300 тысяч. Всего лишь новая тачка. Бюджетный вариант. Бюджетный вариант. Можно на работу на таком ездить. О, спортивная спинька на подводных крыльях. То есть она на крене даже планирует. Да. Против ветра, то есть взлетает. И качки нету, можно сказать. Ну, качки нет. Ну, гасят. Гасят за счет крыльев. Гасят. А это уже полноценный корабль. Яхта. А это и есть голландец, да? Вот. И это сразу видно, что это что-то очень дорогое, эксклюзивное. То есть докхаус. Или не знаю, как это правильно называется на русском. Вот здесь уже жиг. Здесь уже жиг. Да, да, это лобка явно. Такая дождь для детей, для прохождения по суровым северным морям. Ну, не по совсем северным, но по северному, да. Это и раз из Голландии, значит, она в северном была. Слушай, и на таких ходит. А на такой точно можно ходить. Виктор, не по-моему. Может быть, вы ждете за одну, две минуты. К Napoleon. Видишь? Виктор, не по-моему. Вейераринговая. Вейераринговая ограждение. Настоящее. Да. чтобы не вывалиться в суровом море при хорошей качке такую такую даже можно снимать и точнее да под какой-нибудь party party или подпать это вон бенету и прочее суровых моряков чтобы северные моря бороздить с касатками ну и пати тоже маленький до party с гармошкой его не рома в ром ром тоже современная тенденция станции автомат но облегчать гена стоит на скоростке ну то есть я думаю все управляется одним человеком из кокпита все выведено проводку посмотрите такие вот такие мелочек и они важны на подобном видишь все закреплено на стойках нержавеющих ничего не отвалится надежно и видно что очень дорого в общем она мне уже нравится машинное отделение обрати внимание она настоящая машина да 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 я не знаю как на русском такие называют у них первая каюта с видами вокруг обрати внимание все рядом то есть ходить штормовую погода на такой лодке все лебедки то есть я думаю еще даже контроль выведен скорее всего да все рядом все отсюда могут крутить сделать отсюда и внутри тоже сварочка тоже так все хорошо сделано тигом обварено красиво это для динги лодки до маленькую шлюпку чтобы держать вот якорь на корме спинба кстати да обратите внимание на якори на средиземке кормовые якоря не очень популярны чаще потому что лодки швартуют кормой причал в швеции здесь скандинавии очень часто на корме якоря вешают чтобы можно было носом каким-нибудь скалом подойти то есть якорь скидывается а дальше уже привязываешь швартовы там каким-нибудь деревьям камням это чисто гандинавская тема ибо на юг они не ходят можно и пожариться можно приятно так посидеть холодными северными вечерами я думаю можно я думаю я думаю можно тут долго быть автор рулевого и если непогода можно отсюда подруливать но при помощи автору любого я думаю можно отсюда управлять то есть штормит и установил курс и здесь подруливаешь на кнопочках где-то вот зайдем вовнутрь все дорого пол почему-то немножко скрипит на линет не скрипел пол все-таки столярка на леде даже лучше чем тут машинное отделение штурманский хвост с подъемным килем полтора метра полтора метра с подъемным килем подъемным килем 2.4 с опущенным на плашуру скрипит по мучей полтора метра полтора метра но это так как Такой же размер, как мы смотрели до этого картофеля. Но картофель был спортивный, а это круизер. Обрати внимание размеры. Обращу внимание, и хочу, чтобы ты сделал фотографии. Новенький. Почти не хожу. Пахнет его пластиком до сих пор. Давай каюта посмотрим. Давай. Полный рост. Да, здесь очень хорошо. Ну, здесь вот пати, пати устраивая. В столярках уже видно, тоже такая халявная, халтурная, дешевая. Ну, таком ходить, да. Варенду брать на Средиземке. Туалет, душ отдельно. Здесь ты уже не нагибаешься. Нет, абсолютно. Ну, это все в жертву ходовым качествам. То есть на нем будешь ходить уже, как тот мужик сказал. И 20 узлов можно сделать. На этом 20 узлов ты никогда не сделаешь. Тихо, мирно, да? От причала. Ага. 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 А хотя на катамаранах на них не так качают, если тут не сходишь. Не против волны идти. Здесь уже, здесь уже, здесь уже такие клетки, которые не качаются. Он, в принципе, ходит ровно под парусом. Уникренит. Ну, то есть. И полно попасть. Здесь, да, также зеркально сделано. Это, видишь, четыре каюты. То есть такое можно в аренду брать. На четыре пары? Да. Если договориться, ну, можно и поменьше, там, три пары. Ну, в любом случае здесь капитану одна каюта. Ну, или если у кого-то есть лицензия, на таком можно и самостоятельно ходить, не надо капитану поднимать. Ох, смотри, как интересно. А, это экстренный выход, если катамаран перевернется, чтобы можно было выбраться. Вы ходили там? Нет, не ходили. Ну, пошли посмотрим. Ну, поскольку это круизник уже. Как-то. Экстренный. Ну, за площадкой с веткой. Девочкам загорается. Трансперт. Да. Круизник. Ну, здесь высокий, так как сравнение с тем. Он был низкий, чтобы скорость набирать, чтобы ветер не мешал. Это высокий, чтобы место было. И на нем, по большей части, на моторе будет скобина. То есть, в парусах, ну, как повезет, попутный ветер. Ну, да. В любом случае, экономия. Что на этом? Это уже. То есть, реальная получая отдача. Я думаю, у нас квартиры меньше. Ну, да. Здесь, если по квадратуре посчитать, гораздо меньше. Огромное пространство, чтобы расходить десяток человек. Да. Вот там дворная стойка. Да, такую можно уже в аренду из капитана тратить. И опыта нет. Ну, не знаю, в том же личном условии, позволяют ли это. Не, позволяют. Их часто подобные опыта. Они со шнипером арендуются. Ну, для тех, у кого опыта нет. Небольшой опыт иметь, как на таком ходить. Я бы не рискнул, если бы впервые играл. Слушай, очень интересно, конечно. Очень интересно. Дорогие лежат. Сверху дополнительно. Сверху дополнительно, да. Сверху. Управление. Да. Матч туда даже не поставили на выставку. Ага. Чисто мотор, да, здесь? Да. Ну, я думаю, это тоже чей-то катамаран. Они у кого-то его взяли. Опять же так, чтобы показать, как образец. И, возможно, человек, который на этом катамаране ходит, он мачту и не ставил. Он на моторах ходит. Угу. Угу. Очень интересно. Угу. 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 Умня. Уменька. Угу. Наша дополнительная базовая комплектация. Нашенька. Что коровая лагуна? Ну, она полностью продается. Приватное. Приватное рейклама. А, ну это реклама. Купить новую лагуну. это вот цена, но цена базовой комплектации с дополнительными ништяками будет на процентов 20 дороже, минимум на процентов 20 дороже, ну так же, да, четырех, но размер уже больше ощущается, да, да, это прямо номер, да, отельный номер, да, такое это как вариант в будущем, если друзей много собрать, ну как много, четыре пары, четыре пары или три пары, то есть, сколько он будет стоить, не знаю, тысяч пять евро на неделю, пусто, я думаю, тысяч пять евро на неделю будет стоить, аренда такой работы, а здесь, ага, вот что-то, два галью на 8, хотя, да, как вы каете свой галью? с душевой, шикарно, шикарно, то есть, да, как вариант, максимум комфорта, короче говоря, максимум комфорта, вот, хирборд, шуги процент работ с 20 процентной скидкой, то есть, да, можно рассчитать, все набрал, четыре пары, пять тысяч евро разделю на четырех примерно, это, я так с головы, примерно так думаю, будет стоить, и вместо того, чтобы в отеле можно на ловке отдыхать, угу, из-за здесь приползайте, пока это, пока это правильные холодильники вертикальная, а, нет, да, это вертикальные загрузки, угу, для суровых переходов вполне себе подходит какую самую большую они вот у них один дизайн как они начали производить северном климате это не так часто загораешь снаружи до северных малей утрам до павла к это может подойдет вместо для подобного размера и не так не так много но мотивная мощная да вот внутри здесь хорошо все управляет вот и дорогущая но и быстро очень быстро она планирует не буду водоизмещающие на второе пост управления есть наверху когда вдруг повезло северной погоды ну летом тут году можно деревянные до активных вот вот вайбри второй пост управления кофе поставить да интересно это я думаю здоровый старый О, хорошо идёт. Сколько узлов разгоняют, что эти баллоны? Вот эти? Не знаю, как написано. Можно в рассрочку взять. Первый износ 100 000. И на 5 лет. Да. Ну, а это, как я знаю, кстати, все, кто погонять любит для рыбаков, да я не знаю, это кого. Ну, скорее, да, это, конечно, на частной цели. Да, или для каких-то даже приватных, именно коммерческих, да, что-то там, не знаю, в порту гонять, там регулировать, да. Вот смотри, например, для коммерческих целей, например, ну, да, экскурсии какие-то показывают по рекам, или по водоёмам, да. Хотя и гонять можно прикольно, как можно. На фирму такую можно все выбить. На фирму. Стелс. Ну, да. Ну, это пересекать, пересекать по-быстрому и... Да, да, да. Хотя рыбачить тоже на ней очень хорошо. Да, да, рыбачить можно. Сгонять куда-то. Да, кстати, вот цели на острова, что-то привезти, что-то там сделать, на маяк. Если у тебя есть на острове дом, например, тоже хорошо, правильно? Или какие-то услуги оказывают, как вот электрик, тот, который я говорю, у него обычная просто открытая лодка. Угу. Я бы его на месте купил бы с этим, закрытую лодку. Угу. 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 Очень красиво, все. Хорошо. цена 440 это вот самые такие ходовые яхтовые моторы самые качественные самые популярные я думаю что все это еще дорого очень просто напросто это бензин он пока это понты я называю так сказать это вот все-таки люди у которых нас не запариваются я такую видел на малярии там есть такие я можно варен добрать местная фирма марин буль то есть тут можно такое не знаю даже как правильно называется то есть ты хватишь 25 штук допустим залог в год да и потом используешь какие-то их не лодки несколько недель в году я не помню точно солью подобная фирма интересный пойдем отсюда да пойдем этим здоровую пищу и и и и и и и и и Я блинчик написал. По-русски? Надеюсь поймут. Кусин креппе. Креппе. Здесь удобная тема? Да. Интересно, а как налоговая? Как это все официально? Ты подключаешь как обычный кассовый аппарат. Здесь около 10 ning? tem походу. Здесь очень удобнее. Воктburgen. Креппе. Креппе. Встреча с Валикой Родиной. Встреча с Валикой Родиной. Прибор. Валикой Родиной. Горозный-нет. Это окрашнение.